Пограды московского марафона прямо здесь и сейчас на наших с вами глазах. Посмотрите на флаг с цифрой 42. Это решающий момент трассы. Неужели нас ждет спринтерская разборка на марафонской дистанции? Искандер и Юрий Едгаров и Чечен. Этот батл мы видели уже один раз. И сегодня матч-реванш. Сможет ли Искандер убежать? Мы видели его здесь на этой финишной прямой вместе с Ренасом. Мы видели противостояние с Алексеем Риунковым, когда он убегал здесь год назад. Искандер и Юрий Едгаров. Давайте попробуем поразмышлять. Искандер и Юрий Едгаров мы часто с вами чаще видим на более коротких дистанциях, чем Юрия Чечена. Но Юрий Чечен с одной стороны более все-таки изысканный такой марафонский бегун. Он сейчас выдерживает заднюю позицию. Некое психологическое преимущество. Пошло ускорение! Невероятная разборка! Посмотрите и давайте помнить про 2.16.02. Про 2 часа 16 минут 2 секунды и рекорд Искандера и Юрия Едгарова. Пытается выбежать из-за спины Юрий Чечен. Искандер Едгаров удерживает первую позицию. Но нет! Чечен оказывается чуть впереди. Сжимает зубы Едгаров. Но Чечен выигрывает несколько метров на финише. Победитель московского марафон 2020 Юрий Чечен. Ну что ж, поздравляем Юрия Чечена! Да! Фух! Да уж! Уверен, такого жаркого московского марафона не ожидал никто. Только ленивый не высказал свое мнение о том, что происходило на трассе, на финише, после него. Что, конечно, знатно расширелило беговую тусовку в эти дни. Если вы не понимаете, о чем речь, то можете пересмотреть трансляцию московского марафона. Там все более-менее понятно. Ссылку оставлю в описании к ролику. Ну а если совсем кратко, то у меня с моим оппонентом на последней четверти дистанции разыгралась самая настоящая драма. Он отсиделся за моей спиной, с легкостью обыграл на финише, но перед самой победой обернулся и показал жест «Где же ты там, Искандер, далеко?». И это если брать только спортивную составляющую, не учитывая конфликта на трассе и эмоциональных интервью после. Это, конечно же, разделило общество на два лагеря. Одни поддерживали Чечена, другие осуждали. В ролике не пойдет речь об этом жесте, который, кстати, мне очень понравился. Я как главный любитель всяких перформансов ставлю этому жесту 5 из 5. Здесь же не пойдет речь и о нашем конфликте на трассе. Скажу сразу, он никак не повлиял на исход соревнований. Здесь мы поговорим о другом. Московский марафон вдруг напомнил нам, что 42,2 км – это бег не только на выживание, но и на умение прочитать соперника, найти его слабые места и подобрать под него тактику. В марафоне, как и во многих других видах, не всегда побеждает сильнейший. Порой все лавры достаются самому удачливому, умному, хитрыму или даже наглому. И в этом нет ничего плохого. Любая тактика в рамках правил оправдана. Такая многогранность только добавляет зрелищности нашему виду. Сегодня мы поговорим о тактике. Можно ли было что-то сделать против тактики, которую избрал Юрий Чечун и которая так сбесила многих болельщиков? Мог ли быть исход марафона другим, если бы он или я придерживались другой стратегии? И этично ли вообще сидеть за спиной? Давайте разбираться! Стоит отметить, что это не первая наша встреча с Чеченом. Мы уже пересекались с ним на других марафонах, но самым запоминающимся для обоих, уверен, стал Пермский 2018 года, когда снова основная борьба разыгралась между нами. Чтобы вы понимали, тогда за победу давали 500 тысяч, а за второе место всего 100. Поэтому с первых же метров наш бег строился исключительно на победу. Так как ни Юра не знал меня, ни я не знал Юру, мы оба выбрали комфортный, вожидающий темп бега. И только после 30-го километра начали проверять друг друга. Сначала безуспешно попытался убежать я. Ну, надо включаться. Надо сейчас вспомнить, что он тоже рыцарь, что он тоже бился за гроб господень. Вот так будем говорить. Вот этот главный приз. Потом такую же попытку предпринял он. И вот смотрите, Юра сейчас попил напиток специальный, а лидером-то все-таки, пусть номинальным, но лидером является Михаил Максимов. Михаил Максимов задает тон в этом беге, Едгаров сзади. После этого мы поняли, что лучше разборки оставить на финиш. Причем я был уверен, что финиш будет за мной, ведь по личным рекордам на более коротких дистанциях я его превосходил. И тогда я понял, что чистая скорость, скорость на средних дистанциях и финишная скорость на марафоне – это далеко не одно и то же. Вот она эта борьба! Вот она! Чечун и Едгаров! Кто? Фантастика какая-то! Может быть фотофиниш? Да, я проиграл финиш. Это была гонка на победу, и я проиграл ее тактически. Уже потом, анализируя интервью Юрия после финиша и свои действия на трассе, я понял, какую главную ошибку я совершил. Сможете ли вы понять, посмотрев его интервью? Ссылку оставляю в описании. Открывайте трансляцию Пермского марафона, находите его интервью и пишите в комментах свои догадки. Какую ошибку совершил я? В этом году картина могла повториться. После 30-го километра сошел последний пейсер, и мы с Юрой вновь остались вдвоем. В этот раз мы уже лучше знали и понимали друг друга, и у каждого в голове сидел предыдущий опыт. Но вот цели немного отличались. Две недели назад Юрий бежал в марафон, и в его интересах было добежать до финиша и выиграть с минимальными усилиями. Мне же, помимо победы, хотелось показать высокий результат. Юрий это знал. Первую половину мы начали час 07.30, и у меня были все шансы обновить личный рекорд. Как бы две разных цели, но дорога одна. Юрий расположился за моей спиной, чтобы до последнего отсидеться до финиша. Это была очень грамотная тактика для его цели, учитывая, что на набережной был сильный встречный ветер. Я же, учитывая прошлый опыт, решил не рисковать с тактическими играми и выбрал просто бежать на результат. В том забеге он победил. Хочешь сказать, да, его тактика была более выигрышной. Но так ли это на самом деле? В тактике ли дело? Лично я думаю, что нет. Мне хочется отметить одну важную деталь. Тактика играет важную роль только в тех случаях, когда уровень спортсменов примерно совпадает. Если же один спортсмен превосходит другого, то тактика работает, ну, крайне редко. Так что, как бы больно мне не было это признавать, в тот день Чечен был реально сильнее. И что бы я ни сделал, с большой вероятностью он бы победил. Но давайте немного пофантазируем и представим, что мой и его уровень совпадает. Что на московском марафоне мы были с ним примерно в тех же кондициях, что и в пермском марафоне 2018 года. Что же тогда мне следовало бы предпринять, оставшись с ним один на один? Я предлагаю обратиться к мировой практике и посмотреть, что в таких случаях делали элитные спортсмены, чтобы не оставлять до финиша более скоростных ребят. Каким хитростями они прибегали. Первое. Измотать соперника. На Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году Владимир Кут завоевал две золотых медали. На 5 и на 10 тысяч метров. Мир до сих пор помнит эти забеги во многом благодаря тактике, которую избрал Кутс для того, чтобы обыграть своих более скоростных соперников. Главным его соперником на 10 тысяч метров являлся англичанин Гордон Пири, который обладал хорошей финишной скоростью. Зная, что он скорее всего отсидится за Кутсом и убежит от него в конце, Кутс решил предприменять тактику рваного бега, которую он отрабатывал последние 5 месяцев перед Олимпийскими играми. Она заключалась в том, что с самого старта он начал бежать очень быстро, потом замедлять темп, потом снова убегать, изматывая тем самым соперников, которые побежали за ним. К 20-му кругу Гордон Пири настолько измучился этим темпом, что отпустил своего соперника. Вместо того, чтобы победить, быть вторым или установить рекорд соревнований, он финишировал лишь восьмым. Настолько изнуряющим оказалась эта тактика. Но если тогда эта тактика имела эффект, то сейчас она уже не сработает. Хотя бы потому, что многие атлеты начали использовать фортлег, тот же самый рваный бег, в своей подготовке. Более того, эта хитрость уже стала настолько известной, что более-менее опытный спортсмен не станет бежать за тем, кто пытается дергать темп. Он просто отстанет и побежит в своем темпе, и тем самым сэкономит силы. Тактика номер 2. Убегать с самого старта. Цюрих, 2019 год, бриллиантовый лиг, забег на 5000 метров. Собираются сильнейшие атлеты на этой дистанции, среди них титулованный Джошуа Чептегей. Но никто не считает его фаворитом, потому что личные рекорды его значительно уступают многим другим атлетам. При этом он не обладает такой же финишной скоростью, как многие эти атлеты. Однако Чептегей прибегает к некоторой хитрости. После выстрела стартового пистолета он сразу же уходит в дикий отрыв. Опытные соперники не рискуют бежать за ним, потому что быстрое начало, как правило, бывает чревато ужасным финишем. И отпускают своего оппонента. Он же делает такой задел, что даже с их сумасшедшим финишным рывком они не успевают его добрать, и он прибегает первым. Такая тактика часто работает с быстрыми финишерами, которые боятся взять высокий темп с самого начала. Особенно, когда борьба идет за место. Остаться в группе намного безопаснее, чем рискнуть и побежать за кем-то в лидерах. Субтитры подогнал «Симон» Как можно было бы применить эту тактику на марафоне? Ну, например, начать очень быстро первую половину в надежде, что Чечун не побежит за мной, а останется и будет держаться за второе место. Конечно, быстрое начало может быть всегда чреватым, и нужно понимать, насколько сильно ты рискуешь и насколько сильно ты готов терпеть. Хорошим примером послужил прошлогодний московский марафон 2019 года, когда лидер убежал от нас на одну минуту, однако в конце у него чуть-чуть не хватило сил, чтобы додержать этот отель. Аудитория просто, многомиллионная аудитория социальных сетей, интернета просто вскипает, подскакивает на своих местах. Искандер Итгаров на первой позиции. Посмотрите, что происходит с Алексеем Трошкиным. Похоже, он не сможет поддержать этот победный запал. Искандер прорывается вперед, остается несколько километров. Это невероятно. Тактика номер 3. Убежать, не дожидаясь финиша. Одно дело, когда ты планируешь тактику заранее, другое, когда приходится принимать решения на ходу. Так, например, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро на марафоне Элиот Кипчок за 7 километров до финиша все еще тащил на своей спине эфиопского бегуна Лилису Дисису. Кипчок бежал в своем темпе, но тащить за собой пусть уставшего, но сильного атлета ему не хотелось. Особенность сильных финишеров заключается в том, что на последних сотнях метров они готовы выдать сумасшедшую скорость даже при сильной усталости. Поэтому Кипчоке принимает решение отцепить своего соперника, не дожидаясь последних километров. Изначально он предлагает ему выйти вперед, а когда убеждается, что тот не в состоянии, просто раскручивает темп. Тактика проста до банальности. Зная, что Чечен способен выдать сильный финиш, начиная с 30-го километра я должен был взвинтить темп так, чтобы он перестал быть комфортным нам обоим, но в первую очередь не посильным для него. Тогда это обеспечило бы мне спокойное добегание и безопасность на финишной прямой. Но, как вы поняли, сил у меня для такого не было. Тогда даже вывести из себя, опять же, в состоянии кризиса. Но, конечно, это из ряда вон выходящий случай. Любая поддержка, любая вот эта... Тактика номер 4. Сбросить темп. Это противоположный подход к предыдущему, когда ты не пытаешься убежать от соперника, а наоборот сбрасываешь темп, чтобы сохранить силы к финишу. Хорошим примером послужил лондонский марафон 2016 года, когда Элиот Кипчоги пытался побить мировой рекорд. Первая половина шла по плану. Однако, ближе к 30-му километру Элиот понял, что за ним сидит очень сильный хвост Стэнли Бива, победитель Нью-Йоркского марафона 2015 года. Кипчоги тогда еще не был настолько уверен, что способен будет удержать такую высокую скорость рекорд мира и сохранить при себе силы, чтобы выдать сильный финиш в случае чего. И он решает сбросить темп после 30-го километра так, чтобы сохранить силы на финишный рывок. Да, рекорд не состоялся, темп упал, но на последних 7 километрах Кипчоги смог спокойно убежать от своего соперника. Что касается московского марафона, то, на мой взгляд, это была бы одна из самых оптимальных тактик, которую мне следовало бы применить. Зная, что не получается отступить Чечуна, я должен был сбросить темп настолько, чтобы к финишу мы пришли оба максимально свежими, и тогда у нас были бы примерно равные шансы выдать хороший финиш и побороться за призы. Но здесь есть небольшая опасность. Когда ты сбрасываешь темп, ты должен быть уверен, что соперники, которые бегут позади, не догонят даже при таком раскладе. Тактика номер 5. Воспользоваться слабой стороной соперника. В 2013 году мы наблюдали столкновение трех величайших атлетов разных эпох. Мофара, Кениса Бикеле и Хайли Гибриселаси. Все трое не бежали полумарафон на забеге Great North Run. За 2 километра до финиша они держались рядом, но при этом все понимали, что еще чуть-чуть, и Мофара не оставит никому ни малейших шансов. Мофара на тот момент был самым лютым финишером, никто не был способен бодаться с ним по скоростным показателям. Понимая это, Кениса Бикеле принимает решение убежать от Мофара под спуск, зная, что эта часть дистанции ему дается всегда с большим трудом. Смотрите сами. Субтитры делал DimaTorzok Как можно применить эту тактику на марафоне? Ну, если нет рельефа, то можно попробовать убежать, пока соперник пытается взять бутылочку воды. Дувает, вы можете это увидеть. А вот ключевой момент, кстати говоря, на пункте питания, может стать отрывом, Искандер как-то немного даже зачастил. Да, пришлось приостановиться Юрию Чечину, вот эти несколько шагов, насколько же они тяжело даются. Но Юрий, правда, быстро ликвидирует, обратите внимание, это отставание, опять же, в связи с тем, что Искандер также немного замедлил... Тактика номер 6. Наверное, самая смешная и глупая, но рабочая – это просто задергать и отцепить соперника. Бывают такие случаи, нужно просто каким-то образом отцепить от себя хвост, который прилип, никак не хочет отпускать. Самым действенным способом считается виляние по дороге с небольшими рывками. Такое можно было наблюдать в Москве на чемпионате мира 2013 года, когда за километр до финиша победитель пытался отцепить все того же Лилису Исису. Мне такие рывки были бы очень кстати, особенно на набережной, когда был сильный встречный ветер. Пару раз даже попробовал так сделать. Как раз-таки один из тех, кто находится в этом черном списке, многие относятся к Искандеру... Разница лишь в том, что делая рывки, нужно быть максимально резким, быстрым, быть уверенным, что ты отцепишь своего соперника, иначе это будет пустая трата своих сил. Все эти тактики ухищрения, конечно же, хороши, но они абсолютно бесполезны, если соперник превосходит вас по уровню. Как я уже сказал, что бы я ни сделал на московском марафоне, какую бы из этих тактик я ни предпринял, с большой вероятностью я все равно не обыграл бы Юрия Чечуна. Да, он действительно был сильнее. Но тут я вспоминаю одну историю. В студенчестве я был одним из самых сильных спортсменов своего вуза, но там был один парень, которого я никогда никак не мог обыграть. Какую бы дистанцию мы ни бежали, 800, 1000, 1500, 2000 метров, какую бы тактику я ни предпринимал, убегать с самого начала, отсидеться за ним, сделать затяжной финишный рывок, он всегда оказывался передо мной. Он всегда догонял и обходил меня за счет своей хорошей финишной скорости. Тогда мне казалось, что он просто тактический хитер и умен, и мне ничего не светит. Но в 2013 году я перешел к новому тренеру, начал потренироваться по новой системе, и за полгода вышел на совершенно новый уровень результата. Когда мы вновь встретились с этим парнем на каких-то там соревнованиях, я не оставил ему ни малейших шансов. Просто встал и убежал с самого начала. Сань, за ними, не отставай, не отставай, подтягивайся к Искану! Саня, ешь его, давай! И выходит, что все эти тактические уловки были ни к чему. Нужно было просто выйти на другой уровень результатов. И тогда у твоего соперника ничего не остается, кроме как наблюдать за твоей убегающей спиной. Я посмотрел на результаты Юрия Черчина, увидел, что его уровень примерно 2.14-2.15. Если пытаться соревноваться с ним, имея похожие результаты, то с большой вероятностью он будет обыгрывать за счет своей мудрости и тактической хитрости. Но если выйти на уровень результатов 2.12 на марафоне, то у Юрия не будет никаких шансов. Так что ни к чему все эти тактики, нужно просто тренироваться. Че тут сложного-то? Я просто пробегу 2.10-2.12, и все, и у вас никаких шансов не останется. Когда ты чуть еб***нулся, что и спи 2.10?